В Ульяновске проверили стройплощадки проблемных домов. Сейчас в регионе 10 объектов компании-банкротов, на 8 из них идут работы. Однако есть и печальные исключения. Владельцам помещения незавершённой высотки на улице Роза-Люксембург ЖК «Лидер» на заселение рассчитывать точно не придётся. Здесь решено выплатить компенсацию владельцам, так как достроить здание до конца 2023 года не успеют. Когда собственниками рассчитаются, строительство планируют возобновить. И заканчиваем проект для того, чтобы впоследствии продолжить его строить. Но это далеко не единственная спорная территория. Во время объезда представители власти проконтролировали достройку проблемных объектов, где работы удалось возобновить. Так, в августе этого года в эксплуатацию ведут дом застройщика-банкрота на улице Карла Маркса, 63. На данный момент здесь завершены основные строительно-монтажные работы. Всем обязательно всё выполняете. Внутри отделка есть? Да, сделаем. Не достроим компанией «Базис» на транспортной 68 занялся ульяновский подрядчик «Лобай». Дом должны сдать до конца этого года. Фонд нам помогает. Фонд нам показался, что вот работает. И, значит, должны нас учитель получить. В конце года мы должны сдавать. А без этого не обсуждается. Также в третьем квартале следующего года планируют достроить дом на улице Крыльницкого. Работают на площадке пока с отставанием, но строители настроены оптимистично. В октябре 2023 года подрядчик «Русстройком» также обещает сдать дом номер 67 на улице Красноармейской. Сдать все проблемные объекты необходимо до конца следующего года, чтобы поручение президента страны было выполнено в срок. А владельцы квартир смогли заехать в приобретенное жилье как можно быстрее. Каждые две недели представители власти объезжают достраиваемые объекты, чтобы проследить за ходом работ и качеством их выполнения. Каждый месяц мы два-три раза выезжаем по объектам, которые строит наш фонд, который передан нам от застройщиков банкротов. И осуществляется их достройка за счет финансирования федерального фонда. На данный момент в регионе проживают более 2000 участников долевого строительства, которое купили, но так и не получили свои квартиры. Если подрядчики будут не успевать, то встанет вопрос о выплате дольщикам компенсацией. Особенно пристальное внимание уделят зданиям на Красноармейской, Крульницкого и Маршала Устинова. Здесь есть риски, что дольщики так и не смогут заселиться в купленные квартиры.